Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM В эфире программа «Особое мнение». Меня зовут Светлана Занько. Напротив меня Илья Курагина, наш постоянный спикер, председатель Совета директоров УАО «Вятич». Здравствуй, Илья. Здравствуйте, Светлана. Давно не виделись. Давно не виделись. Так давно, что ты перешёл на «вы». Мне неловко, и сейчас мне придётся туда же сходить. На «вы» или мы всё-таки с тобой продолжаем общение на «ты». Как вам будет удобно? Хорошо. Создание новых рабочих мест. Создавать. У меня к тебе вопрос будет создавать или сохранять рабочие места, потому что мне кажется, что в этом, скорее всего, вопрос. Хочу узнать, как ты его видишь. Я обращаюсь к посланию губернатора ЗАГС Собранию. Наш губернатор видит это так. Задача создания новых рабочих мест для Кировской области имеет главный смысл не в снижении уровня безработицы. Этот показатель, как отмечает губернатор, в последние годы и так снижается у нас, и должна двигаться в двух независимых направлениях. Во-первых, создание рабочих мест нового, нетипичного ранее для области профиля. Во-вторых, следует уделять больше внимания реализации новых, высокотехнологичных инвестиционных проектов в отраслях, в которых традиционно мы были сильны, таких, например, как биотехнологии. И, в-третьих, надо адекватнее работать в таком направлении, как создание промышленных парков и зон особого экономического развития. То есть тоже ставка на то, что именно с помощью парков, в том числе, мы будем создавать новые рабочие места. Ты для себя как это видишь? Благодаря именно этим позициям мы сможем создавать новые рабочие места? Или нам все-таки следует ставить вопрос о том, что их, может быть, сохранять уже настала пора? Я считаю, что и сохранять, и создавать это и первое, и второе верно. Хочется отметить, что ставка на новые технологичные места – это, в принципе, шаг вперед и достаточно прогрессивная вещь в силу того, что мы понимаем сейчас потоки информации, производительность труда, технологии, информационные системы в целом, они достаточно емкие, становятся объемные и не требуют таких человеческих затрат, как это было ранее. Поэтому вот особенно, так сказать, в послании Никиты Юрьевича аргумент по поводу создания центра здесь, федерального центра обработки данных компании «Росгострах» на 2000 рабочих мест, надо понимать, что эти 2000 рабочих мест практически покроют всю страну, и это достаточно эффективно. Вот сила рабочая, я считаю, что это очень круто и очень здорово. Что касается биотехнологии, это вообще, скажем так, отдельная тема, это будущее. Вот, допустим, даже посмотреть, как у нас сейчас в стране происходит ситуация с теми же сырьевыми рынками касательно того же сланцевого газа или сланцевой нефти, что мы в один прекрасный момент просто не попали в последний вагон и немножко проспали. Иностранцы сейчас активно осваивают, разрабатывают и используют эту технологию сланцевого газа, и мне кажется, что цены на нефть, на энергоносители, они в скором будущем пойдут вниз. То есть нам приходится теперь догонять? Нам приходится догонять, и мы догоняем, скажем так, не в тех отраслях, которые, собственно, нам свойственны и которые нам близки, такие как энергоотрасли и прочее, а, наверное, скорее всего, действительно вот эти вот проекты Сколково и Роснано и все остальное, это как бы там ни критиковали, мне кажется, что здесь нужно быть более активной, эффективной. Они, в конце концов, должны заработать. В конце концов, мне кажется, должны заработать. Все зависит от того, какова будет воля тех модераторов, которые, собственно, отвечают вообще за это направление. Поэтому я считаю, что ставка Никиты Юрьевича на высокотехнологичные отрасли, это обработка данных, это биотехнологии, это достаточно здорово и круто, опять же, повторюсь, да, но в то же время я считаю, что нужно сохранять рабочие места, опять же, это эпопея с нестационарными торговыми объектами, павильонами, которая у нас разворачивалась и разворачивается до сих пор. Я считаю, что, ну, в первую очередь, это пострадали люди, которые там работали, это большое количество людей, и все-таки нужно было сначала и достаточно долго дискутировать, обсуждать эту тему и, может быть, привлекать сторонних экспертов, независимых из бизнеса, из общества, перед тем, как, ну, просто взять там и не включить эти объекты. Мне кажется, что это такая достаточно, ну, спорная вещь и большая, может быть, даже ошибка в будущем будет со стороны тех людей, В будущем, возможно, нам придется разгребать эти решения, последствия. Мне кажется, мы сейчас уже, ну, не мы, вернее, администрация города, области сталкиваются с этой проблемой, и вот те рабочие места, которые были созданы, мы их потеряли, и создать новое, это будет гораздо дороже всегда и дольше. Поэтому я считаю, что вообще в целом сейчас вектор, и вот на той неделе была прямая линия с Владимиром Владимировичем, должен переключиться, скажем так, в созидательное русло, то есть уже, вот, ну, уже все уже поняли, что выборы там закончились, все поняли, что там уже какие-то там ставки, должности, все уже прошло и расставлено, и сейчас действительно нужно работать, об этом я уже говорю не первый раз, в вашей передаче, там, выпуска два назад я тоже об этом говорил. Нужно сохранять то, что мы достигли, нужно анализировать и, скажем так, критически подходить к тому, что мы сейчас принимаем, какие законы, какие приказы, и сохранение, создание рабочих мест, это основная тема, и ближайшие три года, она будет только нарастать, и мне кажется, что пик придется, я думаю, что в 2016 году будут большие сложности с этим, если мы все-таки не переключимся на вектор созидательный и не будем в этом плане развиваться, боюсь, что там дальше ситуацию будут не спасти. А не существует ли угроза того, что вот мы так рьяно, если бросимся привлекать крупные проекты, типа проекта Росгостраха, да, создавать большие компании, там, типа Наналека, если мы вот в это все ударимся, то создание рабочих мест в малом бизнесе, о котором ты сейчас уже говорил, о них вообще ничего не сказано. Есть такое опасение, на самом деле, всегда проще привлечь большого инвестора, большую структуру, она более ответственно подходит к решению вопросов. Я считаю, что создание рабочих мест в малом бизнесе, это в первую очередь задача департамента по предпринимательству, администрации города Кирова и области, и если там неэффективно менеджер справляется с этой функцией, то есть задать вопросы. И как раз в этой ситуации, как мы видим, везде бизнес и частный сектор показывают себя гораздо эффективнее, нежели там государство, это такой вопрос вообще отдельный. Поэтому здесь нужно развиваться параллельно. Другой вопрос, что насколько государственные структуры настолько эффективны и быстры, как, допустим, вот тот же Росгострах или там другие частные компании. А скажи, как на твоем предприятии решается вопрос о создании рабочих мест? Или у вас стабильная структура, которая не приемлет никого в расширении дополнения? Я бы так не сказал, это просто освоение выпуска новых видов продукции, освоение новых направлений. Сейчас, в этом году, мы долго общались с вами, вопрос о том, что вы будете делать после краха пива, законов и всего остального, мы нашли это решение, мы развиваем безалкогольные направления, особенно мы сейчас большое внимание уделяем квасу. Сокращения не было в связи с тем, что... Абсолютно никакого сокращения. Сейчас мы проектируем еще дополнительно цех по розливу в жестяную банку. И я думаю, что если мы реализуем те задачи, ну, те цели, которые мы для себя определили, дополнительно нам понадобится еще там порядка 100-150 человек. Потому что когда предприятие терпит какие-то убытки, например, в связи с тем, что продукт, который вы производили, да, по нему много ограничительных мер было введено, первая мысль, которая, кажется, приходит на ум руководителям предприятия, владельцам, это оптимизировать расходы. И в том числе оптимизировать расходы за счет сокращения рабочих. Тут же надо понимать прекрасно, что вот там многие говорят, давайте будем говорить о социальной ответственности бизнеса. Да, и как раз социальная ответственность бизнеса, она начинает с самого предприятия. Мы прекрасно понимаем, что люди, которые работают в нашем предприятии, они, грубо говоря, кормят свои семьи. И, ну, то есть они ни в чем, собственно, не виноваты. И мы в данной ситуации не жертвуем людьми, мы ищем возможности уменьшения издержек каких-то других, не связанных с людьми, и за счет этого пытаемся эту ситуацию выруливать. Ищем, собственно, ну, как я еще раз повторюсь, надо все-таки побольше дискутировать, анализировать, и думать головой, нежели принимать какие-то скоропостижные решения, в первую очередь. Еще по рабочим местам и по защите прав сотрудников, да, мы говорим сейчас о профсоюзах. В недавнем номере бизнес-новостей был круглый стол, который посвящен был как раз этому вопросу. Тема была обозначена так. Политика проникает в профсоюзные объединения в ущерб их социальной функции. Там участвовало много достаточно спикеров. Основная мысль следующая. Когда-то это профсоюзы, они были же мощные, многочисленные общественные организации в нашей стране. Сейчас многие считают, что деятельность профсоюзов незаметна и неэффективна. Кто-то остается в спрямлении, что профсоюзные организации не отслеживают интересы работников, а выполняют волю властей. А многие видят в этом социальную и даже политическую проблему. Вот нужны ли профсоюзы в современной России? Кто сейчас может защищать интересы наемных работников? Как раз выясняли эксперты. Ты, наверное, ознакомился с мнениями экспертов круглого стола. Какое твое мнение по поводу жизнеспособности профсоюзов? Я считаю, в этой ситуации нужно обращаться все-таки на Запад, смотреть, как у них там стоят дела с профсоюзами. Там есть профсоюзы. И профсоюзное движение достаточно сильное. Абсолютно сильное. И надо просто брать ту модель, которая существует на Западе, рыночную, капиталистическую, и внедрять у нас. Как мне кажется, что происходит у нас сейчас под профсоюзами, собственно, идет прикрытие каких-то там партийных дел, а-ля там, пойдемте все весело на выборы, проголосуем, и все молодцы. То есть мне кажется, профсоюзные деятели занимаются немножко не той деятельностью, которой должны заниматься. Это раз. И во-вторых, здесь нужно ставить вопрос о их компетентности, эффективности в уровне одного предприятия, отрасли, или там не существуют профсоюзы города Кирова области. Собственно, здесь нужно проинспектировать, проконтролировать, проаудировать, так сказать, провести это, может быть, даже, не знаю, там, какое-то исследование. И, скорее всего, что мы поймем, что те лидеры профсоюзных организаций, которые сейчас находятся в их руководстве, они неэффективные, некомпетентные и занимаются, мягко говоря, не той деятельностью, которой должны заниматься. А ты же помнишь, что раньше на каждом предприятии советском, да, был свой профсоюз. Абсолютно. Был профсоюзный лидер, профсоюзы решали все вопросы, это был такой буфер между... Ну, вот, допустим, даже взять профсоюзным деятелям, да, вот, допустим, у меня очень там сейчас остро встает вопрос, там, заработная плата медицинских работников, да, то есть там 7-5 тысяч рублей звучит, 12 тысяч рублей, но адекватно надо понимать, что это не те деньги, которые стоят там получать. Люди, которые спасают чужие жизни, да, и, соответственно, я не понимаю, почему в данной ситуации там профсоюзная организация медработников там любого региона, она не встает на дыбы там и не идет отстаивать интересы своих работников. Вот вам весь ответ. То есть надо просто понять, чем занимаются профсоюзные организации медицинских работников той или иной области, города, села или чего угодно. Что страдает, законодательная база или отсутствие лидеров, или отсутствие понимания у наемных работников необходимости? Я считаю, страдает, в первую очередь, сам механизм выбора лидеров профсоюзных организаций должен быть четкий, понятный, я считаю, что они должны быть выборны, да, и они должны адекватно оцениваться. Понимаете, где страдает эффективность, значит, там не налажена система контроля и нет четкой системы анализа выводов, деятельность той или иной организации. Еще раз обращаюсь к твоему практическому опыту и хочу, чтобы ты мне рассказал, как на вашем предприятии... У нас нет профсоюза. А как осуществляется общение наемных работников и руководства владельцев? Непосредственно напрямую. То есть если у кого-то какой-то вопрос возник, то мы абсолютно открыты для общения. Мало того, мы сами призываем работников любого уровня, начиная от их служащих и заканчивая главным технологом, мы призываем к непосредственно не замазыванию, не утаиванию проблемы, а открытому обсуждению, дискуссии. Да, это может быть иной раз происходит жарко, там, резко еще что-то, но когда мы поняли проблему, нужно ее там решить, и больше она никогда не возникнет. Я считаю, что у нас, на самом деле, проблема нашего вообще в целом, ну, устройства вот этих вот всех социальных вещей в том, что вот мы как-то проблему пытаемся куда-то засунуть под стол, там, еще что-то. Я считаю, что нужно проблему открывать, решать и говорить об этом открыто. Когда предприятие такое компактное, как ваше, этого, возможно, достаточно для наемного работника, когда мы ведем речь о крупных холдингах, где тысячи рабочих, профсоюзы необходимы, ну, к тебе могут зайти... Ну, как мне кажется, скорее всего, скорее да, чем нет, скорее да, чем нет, и опять же говорю, что давайте мы будем смотреть на Запад, давайте посмотрим на тот же Китай, как у них устроено, то есть Китай нас уже давно обогнал, и давайте будем смотреть, как у них там устроено отношение. А как у них устроено отношение? Я не знаю, мне кажется, что оно очень... Ты думаешь, что китайскую модель можно рассмотреть, и наверняка там что-то есть? Китайскую модель, конечно, ее нужно рассматривать, и мы должны... Оцениваешь ее как самую перспективную модель? Близкую? Не я ее оцениваю, это мир ее оценивает, и жизнь ее оценивает, уж она себя показывает очень успешно. То есть страна, которая находилась примерно в таком же положении, как и мы в 91-м году, сейчас на секундочку, на 15 лет обгоняет нас во всем. Страна, в которой там не сегодня, а завтра будет произведиться все. Они уже ведут речь о том, чтобы, скажем так, затмить своим китайским вином вина Бордо. То есть все-таки мы не на Запад должны посмотреть, на Восток. Ну, и туда, и туда. Хорошо, переходим к теме родной для тебя, рекламу алкоголя, хотят вернуть в СМИ. Множество сообщений по этому поводу существует. Полный запрет на рекламу алкоголя в печати в интернете может быть скорректирован. Соответствующий законопроект получил одобрение на заседании межфракционной рабочей группы по защите прав потребителей. Поправки планируют внести в статью 21 закон о рекламе. В ней пропишут, что реклама вина, игристого вина, шампанского разрешается в периодической печати издания и в интернете. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что из-за невозможности донести информацию о своих винах российским потребителям в условиях действующих норм закона о рекламе, выход на рынок вина, фермерских хозяйств, предприятий чрезвычайно затруднен и так далее. Ты об этом слышал? Ну да. Что скажешь? Это абсолютно предсказуемый результат. В этом нет ничего удивительного. Что касается вина, проблема колоссальная еще длится с 1985 года, когда вырубили все виноградники. И я считаю, что вот как раз это первые звоночки, сигнальчики о том, что ну ту вот, скажем так, тот механизм закручивания гаек, он скоро даст о себе знать. И люди, которые принимали решения, скорее всего, ну либо они как-то изменят свое мнение о отрасли в целом, либо сам рынок расставит все. А почему здесь только о вине и о шампанском говорится? Почему не говорится о вашем продукте? Ну, видимо, хорошая лоббистская организация у вина, это раз, и руководство со стороны чаще бывает в тех регионах, где, собственно, больше виноделов, имея в виду там Сочи и все остальное. И, соответственно, как-то, видимо, острее там, что ли, об этом говорят. Ты говоришь об этом как-то без энтузиазма. Ты не говоришь, что вот классно появилась первая ласточка, дальше больше будет. Ну, понимаете, когда с 2008 года, с августа месяца, когда руководство со стороны объявило, что сейчас мы будем бороться и будем заниматься деалкоголизацией населения, хотя я до сих пор не понимаю вообще понятия этого, что такое деалкоголизация населения, мы начнем бороться. И сейчас, на секундочку, прошло пять лет, мы с вами видим увеличение количества смертей от травлений, увеличение теневого рынка, крепкого алкоголя, необоснованное падение и снижение отчисления бюджета со стороны нас, допустим, производителей пива, и абсолютно упаднические какие-то состояния в винодельческой отрасли. То есть мы понимаем абсолютно, что вот все эти разговоры, пока у одного человека или у двух человек в стране не переключится просто мнение о том, что, ну, вот не надо просто с этим бороться, потому что, ну, это вот противоестественно. То есть достаточно решения тех самых одного или двух? Абсолютно. Надо просто отдать на откуп вот людям. Люди сами решат, что им пить, когда им пить, какую рекламу смотреть. Я согласен, что действительно, там, это ограничение нужно, там, избавить детей, да. Ну, тогда начнем с того, что элементарно, вот реклама, да, самая простая реклама, я считаю, это такая вот сарафанная радио. Вот мы отмечаем Новый год, да, с нами отмечают вместе дети. Они видят, как мама, папа, бабушка, дедушка чакаются рюмочками, там, стаканчиками, вот вам и вся реклама. Вы хотите, чтобы у вас была культура потребления, чтобы у вас, дети, там, не было какого-то вот этого подросткового пьянства? Хорошо. Ну, вот такими методами мы этого не добьемся. Да, ну вот РБК Дейли как раз тоже опубликовала интересную информацию о том, что музыкальный портал, один из музыкальных порталов предложил рекламным агентствам и алкогольным брендам способ обойти тот самый закон рекламы. Может, вас, конечно, перебью, но вот я считаю, что вот то, что здесь написано и то, что они там опубликовали, как бы, я не знаю, сколько это корректно употреблять в вашем эфире, у вас там предупреждение 16 лет было, да, наверное. Вообще сейчас много и некорректно употреблять в эфире, так что лучше поостеречься. Ну, вот, скажем так, я не знаю, там, понятие анонизм, там, насколько оно там адекватное, но, тем не менее, как бы, я считаю, что это такой рекламной части анонизма, вот, как бы, вот использованием таких вещей, как вот написано, да, там, что там на обложках альбомов. Ну, давайте мы все-таки объективно поймем, что рекламировать, там, водку, пиво, вино, сам продукт, это не посыл того, что давайте все будем бухать, давайте все будем восстановиться алкашами. Мы просто рекламируем продукт. То же самое, что рекламируют духи. А почему нам не запретить рекламу духов в Шанель? Там прекрасные, красивые девушки показывают эти тюбики, да? А кто-то, может быть, неправильно поймет. Алкоголик поймет, он откроет этот флакончик и выпьет. Ему покажутся красивые девушки, и будет Шанель. Ну, можно дойти до маразма в любом вообще обсуждении, в любой вот такой вот штуковине. Поэтому надо просто решить для себя, что вот, что действительно дозволено, да, там, откровенная посыл из телевизора, иди бухай, не надо. Ну, скажи, пожалуйста, в связи с тем, что такие жесткие меры по рекламе алкоголя приняты, все-таки бизнесмены, в том числе и кировские бизнесмены, находят какие-то пути для того? Я мало того, что скажу. Вот смотри, я столкнулся с проблемой, мне нужно было рекламировать вятский квас. И оказывается, слоган вятский квас здоровья спас – это реклама лекарства. Слава тебе, Господи, что они квас, наконец-таки поняли, что это лекарства от всех бед. То есть там нужно какие-то механизмы было учесть? Но мне сказали, а если вы рекламируете лекарства, вы должны сказать, что это у вас же квас лекарства. Ребятутесь с врачом? Нет, да, вот это вот все нужно указать. Это когда быстрым-быстрым текстом происходит. Мало того, что мне сказали, а вятский квас… Лицензировать как лекарство? Да-да-да, а вятский квас – это же производит вятич, это зонтичный бренд. Я говорю, вы на секундочку, а вятское молоко тоже, что ли, вятич производит? Давайте сейчас все просто вятское запретим. То есть сейчас ваш новый продукт сталкивается с такой историей? Нет, ну есть вот такой вот, я говорю, лобный дебилизм. Извините, что я опять же называю это в вашем эфире. Но тем не менее, я думаю, слушатели меня поймут. Есть лобный дебилизм того, что вот есть закон, и его надо вот так вот исполнять. Ну, ребят, ну закон для того я придумал, чтобы все-таки немножко в него вчитываться, вдумываться. И есть какие-то такие вот социальные… А может, и правда сертифицировать квас как полезный для здоровья продукт? Я думаю, что… Глядишь, в аптеках будете продавать? Я думаю, что на пенсии, когда мне нечего будет делать, я, может быть, этим и займусь. Но сейчас есть другие, более сложные задачи. Какие еще сложные задачи решает Илья Курагин? Особое мнение, которое мы сегодня слушаем, мы узнаем после короткой рекламы. Особое мнение на 101FM Продолжается особое мнение. В эфире Светлана Занько. Напротив меня Илья Курагин. Прокуратура встала на защиту бизнеса. Прокуратурой Кировской области была проведена проверка и выявлено более 1300 нарушений законодательства о защите прав предпринимательской деятельности за 2011, 2012 и начало 2013 года. То это твои ощущения. Достаточно, недостаточно делает прокуратура. Кто реально должен решать эти проблемы? Что вообще и кто должен сделать, чтобы у прокуратуры вообще таких дел было меньше? И не пришлось вставать на защиту бизнеса? Ну, в первую очередь, то есть, что должны сделать, это мы объективно понимаем, кто у нас принимает законы, тот и должен сделать. Законодательную базу все-таки нужно, касательно вот как раз бизнеса, корпоративных отношений, нужно регулярно подвергать аудиту, такому юридическому, и с какими-то, ну, такими технологиями его сравнивать. И, соответственно, законодатели должны, мне кажется, как-то взяться за определенные места и немножко начать по-другому издавать что-ли, корректировать, или там что-то делать с точки зрения законов. С точки зрения прокуратуры здесь все понятно. У нас там год предпринимательства в городе, в области, поэтому там это новость, да, все здорово, хорошо. А, новость относится к году предпринимательства? Да, то есть нужно просто, ну, как это там, дышите легче, да, и все остальное. Не знаю, то есть не хотелось бы ничего комментировать там прокуратуру и все остальное. Молодцы, да? Молодцы, молодцы, абсолютно. Еще о бизнесе. О бизнесе следующий вопрос. Новоавиатский откроется эко-рынок. В сентябре этого года в Новоавиатском районе города Кирова на месте старой автоколонны откроется эко-рынок. В чем его особенность? В том, что специальная лаборатория там будет находиться, которая контролирует каждый вид продукта. Ну, раньше так было, по-моему, на всех рынках были свои лаборатории, которые анализировали продукты и ставили печать. Цены здесь будут, конечно, выше рыночных. Так, к примеру, мясо будет стоить порядка 400 рублей вместо 250, хотя, кажется, и 250 уже цену нигде не найдешь за килограмм. Не найдете вот это мясо в броли. Но это будет настоящее мясо. Я там тебе за эфиром расскажу, где какое мясо. Автор проекта признал, что, возможно, этот проект окажется убыточным, но он не намерен отказываться от него. Для него важна сама идея наличия рынка с экологически чистой продукцией. Подчеркивает этот человек, что если мы это сейчас не сделаем, то в Киров тогда зайдут удмурты, татары и белорусы, которые уже давно такие рынки создают. И вообще они существуют везде. И в Подмосковье, и в Свердловской области, и повсюду. А в Кировской вот нет. Хороший бизнес? Рынки? Экологически чистых продуктов. А, я думал, рынки хороший бизнес. Если рынки, надо спросить другого человека. Да, я понимаю. Экологически чистые продукты, я считаю, что это такой тренд. Да, это сейчас в Москве, это прям вот это везде. Открылись супермаркеты различные с дорогими. Там персики по 1000 рублей за килограмм. Прям из Калифорнии. Все здорово. Ладно уж персики, хотя бы мясо экологически чистое. Ну, что такое мясо экологически чистое? Ну, ты же прекрасно видишь на прилавке мясо, которое потеряло свою структуру. Мясо не может быть экологически нечистое. Что такое экологически чистое? Видимо, без химикатов, без накачки гелями и все прочее. Ну, если без химикатов, на секундочку, тогда у нас 90% коров в Кировской области болеют лейкозом. Все об этом прекрасно знают. Ну, компетентные люди, да? Что такое без химикатов? Антибиотики это химикат, не химикат? То есть, ну, объективно, дайте понимать. Ну, то есть, то, что там происходит обкалывание коров и всего остального, можно из любой такой ситуации раздуть, что угодно. Я не поняла, ты против, что ли, рынка экологически чистых продуктов? Я абсолютно за любые, скажем так, движения, кроме голодовки. Я считаю, что экологически чистые продукты, это супер, это здорово. Другой вопрос, что у нас есть производители достаточно такие хорошие, которые производят достаточно хорошие продукты, какие-то мини-колбасные заводы, какие-то известные, неизвестные молочные комбинаты и пекарни. Проблема-то не в рынке как таковом, проблема действительно в каналах сбыта. И я бы хотел этому уделить, если вы позволите, побольше внимания. Вот, допустим, сейчас мы столкнулись с проблемой того, что запустили уникальный продукт из звядской ржи, квас «Живой дар». Это уникальный продукт, он сделан 100%. Сейчас пошла реклама вашего продукта. Нет, это не реклама, это, я считаю, что в первую очередь гордость нашей области, что наша область там скоро будет гордиться. Тем не менее, мы захотели встать там на полки в различных, не буду говорить каких, суперизвестных сетях, супермаркетах и везде. Но нам вот так вот три пальца в кучу и фигушки вам, родненькие. У нас, во-первых, полочка уже забита, либо давай входник платить такой непомерный, что там квас никогда не отобьется. А потом вообще нам сказали, ну вот мы сокращаем этот ассортимент. Поэтому я считаю, что... Я, кстати, вот Владимиру Владимировичу Путину написал вопрос, что Владимир Владимирович, вот мы, святки, квас хотим продавать везде. Надо бороться с этими сетями. Надо бороться с этими сетями. Я считаю, что... Это прошло как-то мимо меня, по-моему. Почему Владимир Владимирович Путин ничего о сетях не говорил? Абсолютно. Ну вопрос, видимо, там, ну, через сколько-то лет мне ответят, я надеюсь. Опять же таки. И я считаю, что вот эти ситуации с рынками... Не надо никаких рынков. Просто дайте доступ предпринимателям, которые действительно делают нормальные продукты на эти полки. Ну здорово. Приезжаешь в Нижний Новгород, заходишь в Ашан, и там прям полка написана «Нижегородские продукты». И там 50% полок такие. И там можешь купить и экологически чистое мясо, и все что угодно. Не надо никаких рынков создавать. И не будет у нас тогда мяса по 400 рублей. Оно будет по 250 рублей. Ну, я так понимаю, что все равно вот этот поступок, вот этот... Вы понимаете, откуда берется цена 400 рублей? Люди решают снизу уже, если сверху не решают. Да не снизу. Вопрос. 400 рублей откуда берется цена мяса, да? Мы берем, да, корову. Ее вырастил фермер. Фермеру что нужно сделать? Ее нужно там забить. То есть он едет на там 3 лицензированных эти, как у бойни, которые в Кирове есть. Три. На 36 районов, на 1,4 млн человек, как у нас 3 лицензированных бойни. Ну, понимаем, да, как бы где у нас федеральная антимонопольная служба, на секундочку. Дальше ему нужно заплатить, чтобы забить. Получить там какие-то справки. Привезти это перекупщику, перекупщик отдаст на мяско мят, и мы с вами получаем цену. Здорово и прекрасно. А почему фермеру не дать доступ к этим сетям, супермаркетам? Ну, на секундочку, посмотрите законодательство. Давайте мы как-то разберемся с этой ситуацией. Того, что вот я вырастил корову, да? Я хорошо, я там сдам ее по 250, и я буду там в прибыли, да? Я сдам ее даже по 200. Но по факту он сдает там по 120 рублей, и чего? Да, а продают ее по 300. А продают ее по 400. Ну, и будут по 400. На эко-рынке в Нововятске. Ну, на эко-рынке в Нововятске сам производитель, возможно, сможет продать ее не за 125, а за 250. Потому что ему нужно платить зарплату, платить аренду, создавать этот рынок, считать рентабельность, брать кредиты. Но куча этих посредников, она ни к чему. Я считаю, что должна быть вот такая схема, то, что есть фермер. Вот, кстати, взять мою любимую Баварию. Все международные сети, такие как Lidl, Aldi, DECO, ну, международные такие, большие, да? У них, кстати, ни у одной нету мясного отдела. То есть у них есть мясной отдел в магазине, но они им не занимаются. Мясные лавки продают мясо. Он отдан по законодательству Баварии, отдан местным фермерам. То есть если есть такая-то деревушка и город, там местные фермеры продают свое мясо. И цены там, извините, говядина там стоит 380 рублей на наши деньги. Ну, вот как раз, около 400. Ну, это, извините, Германия, где заработная платная секундочку в 10 раз выше, налоги выше и все выше. В целом ты поддерживаешь такие проекты, как рынки вообще. Нет, конечно, любую инициативу стоит поддерживать, но я считаю, что здесь нужно копать. Потому что мне такое ощущение, что уже устали бороться просто и придумывать собственные способы. Это да, это объективно ответ тому, что происходит. И люди, кстати, вот там говорят про белорусские товары. А что мне нравятся белорусские товары? Мне очень нравятся. В Москве, посмотрите, какая ситуация. Люди в Москве сейчас уже перестали ходить в эти большие ритейлы, да? Они ходят в магазины белорусских товаров. Я сам, грубо говоря, когда приезжал, видел, что туда привозят даже хлеб из Белоруссии. Да. Ну, ты понимаешь расстояние между Минском и Москвой? Ну, люди везут хлеб, потому что говорят, а что нас раскупают? У нас с утра идет эта машина, и все, она приходит к обеду, и хлеб тепленький. С Белоруссией мы хлеб уже возим. У нас уже, извините, нефтяники столкнулись с проблемой того, что они там цены загнали до такого уровня, что уже с Белоруссией повезли бензин. С Белоруссией. Страна, которая не добывает нефть. Мы повезли бензин. И они говорят, а что-то у нас запасов много на нефтебазах. И что-то мы не знаем, куда продавать. Потому что из Белоруссии привезли бензин. Мы из Белоруссии сейчас везем молоко, мясо, хлеб, бензин, строительные блоки. Ну, ребят, просто надо уже понимать, что как бы, ну, вот жадность, такое чувство, ну, вот, ну, уже сил никаких нет. Да. И скоро в Кирове, наверное, появится белорусское молоко. Я думаю, что не пустят. Ты думаешь, пустят белорусский продукт? Да нет, ну почему? Ну, на Эко-рынке, на Авиатске, я думаю, появится. Вместе с бензином. Вполне возможно. Мы с тобой встречаемся в разгар праздников. Очереда праздников идет. Первое мая, да, прошло. День Победы. Вот у нас, что там, Пасха, да, Великорецкий ход вот-вот грядет. Очень много праздников в мае. Кто-то Пасху отмечает, кто-то не отмечает, кто-то Первомай по-прежнему праздновал, кто-то Девятое мая считает святым праздником, кто-то вспоминает события на Болотной площади в Москве. Мне кажется, май такой месяц, где каждый день мог бы быть праздником. Но все-таки такие даты, как Первое мая, Девятое мая и Пасха, это такие даты, которые для большой части населения являются значимыми. Для тебя какие даты являются значимыми, что ты отмечаешь и почему? Ой, май для меня тоже вообще значимый. Я с точки зрения личного, можно скажу, у меня в мае, значит, два дня рождения у племянников, у мамы день рождения в мае и у жены его любимый день рождения в мае. Поэтому, ну и у дочери, но это в июне. Я вообще, мы по-семейному отмечаем, конечно же, Пасху обязательно. Я считаю, что вот это как раз те традиции, которые, слава тебе, Господи, что мы можем, вот в советское время нельзя было там открыто говорить, что я верю в Бога, и все. Мы отмечаем Пасху, и для нас светлый праздник, на самом деле, без всякой там капли иронии и юмора. Мы отмечаем Девятое мая, потому что у нас, ну, скажем так, есть и в нашей семье люди, которые не вернулись с войны. И я считаю, что как раз Девятое мая такой праздник вместе с Пасхой. Ну, по большому счету, да, то есть, понимаете, вот это вот... Ты тоже считаешь, что Девятое мая это в некоторой степени святой праздник для России? Ну, 40 миллионов человек, которые погибли, это, ну, конечно, конечно. И сейчас вот то, что есть, там, конечно, давно уже все забыли, там, начинают забывать, да, но я считаю, что это не стоит об этом забывать. И вот те уроки, да, которые преподнесла Великая Отечественная война, ведь посмотрите, с чего начиналось в Германии, да, там, 33-й год, там, упаднические настроения. Примерно то же самое, что вот у нас сейчас, да, и появился какой-то лидер. И все подумали, вот он спаситель, к чему он привел? Это очень важно, как бы, и вот как раз к вопросу о том, что какие там происходят движения сейчас у нас, там, оппозиция, не оппозиция, да. То есть людям стоит об этом задумываться, и история нам подсказывает и говорит о том, что ничего не меняется. А там выход был. И что касается 9 мая, очень много людей. Я вот, кстати, был в прошлом году в концлагере Дахау. Это вообще, это страшное зрелище, когда ты заходишь вот именно в эти ворота, через которые люди проходили, там, вот эта вот надпись, там, Arbeit, Macht, Frey, заходишь в этот распределитель, реально там вот остались, вот эта вот атмосфера. Побывал в бараке, то есть там барак 34, не 34, сейчас скажу, 39-го года и барак 44-го разный. Потому что в 39-м там еще разделяли кровать, а в 43-м, да, там уже все было сплошно, три уровня. То есть в одном бараке проживало 2000 человек. На территории Дахау единомерно находилось порядка, там, 300-400 тысяч человек. Я заходил в газовую камеру, ну, это страшно, и я видел эти крематории. Атмосфера, понимаешь, ну, как бы, ну, просто вот, у меня жена там просто после этого два дня не могла говорить, потому что она это реально, какие там опыты проводили. Понимаешь, там был карцер, да, в котором, собственно, были такие эксперименты, что человека стояли в комнату размерами 80 на 80 на четверо суток, он не мог ни сесть, ни лечь. Самое главное, что мне вот не нравится в этой ситуации, что многие говорят там о погибших цыганах, евреях, но никто не говорит, сколько действительно там было убито русских людей. Это колоссальное количество. Даже их статистику или учет не вели. Русских там было убито гораздо больше. Какие там эксперименты ставили, что там могли на мороз и человека засунуть в ледяную воду, он там трое суток находился. Они просто делали опыт. Я считаю, что вот как раз это все, это не должно нас отпускать, не должно нашу память, скажем так, как-то, мы не должны об этом забывать. Вот эти вот молодежные движения какие-то там возникающие нацистские, да, на самом деле я считаю, что люди должны отмечать праздник 9 мая, должны делать это широко, широко информировать молодежь, наших детей, внуков. А ты своим детям будешь рассказывать о войне? Абсолютно. Мои дети, они все знают про войну. То есть, когда мы там, грубо говоря, даже приезжаем вот в ту же Германию, мы там вот здесь вот это, вот здесь вот это, да, дети знают, дети смотрят фильмы. Абсолютно. Я считаю, что об этом нужно говорить, потому что не дай бог повторится такая ситуация, это страшная вещь. Спасибо тебе большое. Я поздравляю тебя со всеми текущими праздниками. Надеюсь на скорую встречу. Это было особое мнение Ильи Курагина. Меня зовут Светлана Занько. До новых встреч. До свидания. Особое мнение на 101FM